Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей Манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя, Перри Стоуна. Есть много тайн, о которых знают царство Сатаны и царство Бога. Я хочу поговорить на очень важную тему. Эта тема называется так. Тайна, которую Сатана скрывает от нас. Скоро я расскажу вам один случай по этому поводу, а мы находимся над Иерихоном. Это западные береги Ордана. Здесь происходили библейские события. Пожалуйста, послушайте внимательно эту важную информацию. Как я собрался проповедовать в Рэмпе. Там есть служение пастора Керри, проводившееся в Кливленде. В тот день я собирался распечатать конспект проповеди, но в компьютере ее не оказалось. Я вошел в номер и помолился. Святой Дух сказал мне, я дам тебе проповедь для собрания и сделаю ряд дополнений. У меня есть слово от Бога об одной из основных тайн, которую враг хочет скрыть от вас. Я ломал голову над ней. Настал момент раскрыть секрет. За годы нашего служения примерно 200 тысяч человек крестились Святым Духом. Я увидел одну вещь. Когда ты приезжаешь в юго-восточную часть США, то там ты замечаешь неверие части аудитории проявления Святого Духа. Люди не принимают говорение языками и считают, что некоторые дары Духа — это прошлое. Я всегда спрашивал себя, почему враг не хочет исполнения христиан Святым Духом. Я дам вам драгоценное откровение, которое изменило меня. Говоря об этом, я упоминаю об изменении тех, кто услышал его. Есть тайны, которые Бог не открывал от сотворения. Одна из таких тайн — это кровь Иисуса Христа. Если бы власти знали ее, то они бы не распяли его. Сатана и те, кто сотрудничает с ним, поняли бы, кровь Господа Иисуса Христа не оставит от нас и следа. Распятие Спасителя Иисуса Христа положило конец власти сил тьмы над человечеством. Поэтому тьма пытается скрыть весть о том, что Иисус был распят на кресте. Итак, кровь Христа была тайной. Для того, чтобы сила его крови начала действовать, Христос родился от Девы. Это оставалось тайной до того, как Бог дал пророчество Исаии. Дева примет его чреве и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Если упоминать Новый Завет, то мы знаем о церкви, скрытой в Боге от сотворения мира. Люди узнали о церкви от Христа, и она родилась в Пятидесятницу. Поэтому церковь — это те, кого любящий Господь Бог призвал стать его общиной. Когда я проповедовал о церкви, я говорил так. Иисус первым заговорил о церкви. Но сегодня речь пойдет не об этом. Греческое слово «экклесия» было знакомо верующим эпохи Нового Завета и Христа. «Экклесия» — это собрание граждан, которые сходились на городской площади. Там они выбирали чиновников, увольняли и избирали представителей власти. И это зависело от результатов голосования. Итак, «экклесия» — это представители Божьего Царства на земле. Она является его частью и обладает властью над духовными врагами. Сегодня мы с вами говорим о Божьем Царстве. Это неземное царство, которым люди пытаются его изобразить, говоря, «Если мы поставим нужных людей во власть, то церковь будет править на земле». Согласно учению Нового Завета, царство Божие — это царство, которое Бог установил на земле для искоренения греха, сатанинских сил и страха. У Христа есть ключи от ада и смерти. У Него есть власть на земле над грехами, болезнями, над страхом и угнетением. Он дал ее своему народу, чтобы они несли благую весть. Церковь, свободно от того, в чем царство тьмы, держало ее до спасения. Было много тайн, которые Бог скрывал от сотворения. Как писал Павел, сейчас Бог открывает их церковь. Сейчас мы поговорим на тему, с которой начинается наша история. С чем вы сражались до того, как поверили в Господа Иисусом? С чем вы сражаетесь, как человек, рожденный свыше? Я называю эти периоды до Рождества и после Рождества. С чем вы боролись в прошлом и с чем вы боретесь сейчас? Прежде всего, вы воевали за вечную жизнь. Жизнь до принятия Иисуса состояла из противостояния врагу, который мешал вам принять Христа. То есть, вам нужно было принять вечную жизнь. Однажды человек рождается свыше, принимая Иисуса Христа. У него есть вечная жизнь. Здесь начинается война. Теперь вы не сражаетесь за обретение вечной жизни, как дара из рук Господа Иисуса. Теперь вы ведете войну за жизнь с избытком. Иисус сказал, «Я пришел, чтобы вы получили жизнь, жизнь во всем ее изобилии». Некоторые ученые объясняют такую жизнь, как сверхизобильную. Это не просто жизнь в достатке, а в суперизобилии. Однажды я подумал, вечная жизнь — это дар из рук Господа Иисуса Христа, а жизнь с избытком дана нам на выбор. Вечная жизнь наступит, когда мы умрем, а жизнь с избытком доступна сейчас. Вечная жизнь указывает на душу и дух в раю с Богом, а жизнь с избытком имеет отношение к душе сейчас. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как душа твоя. Сейчас вы сражаетесь за жизнь с избытком, держась Евангелие и следуя за Иисусом Христом. Почему я сказал о битве? Пожалуйста, постарайтесь вспомнить тех людей, которые верят во Христа, но у них нет счастья. Они живут в угнетении и страхе. Они колеблются. Им стыдно. И они осуждают себя. Враг сбрасывает на людей весь этот мусор, действуя против тех, у которых должна быть жизнь с избытком. Я следую конспекту, и я поделюсь двумя откровениями от Господа Бога. Небесный Отец попросил меня рассказать о самой масштабной войне конца времен. Эта война конца времен связана с истиной. Это будет война или борьба за истину. Подумайте об этом. Какую войну мы видим? Кто говорит правду? Кто обманывает? Кто несет истину, а кто врет? В новом завице наш Господь Иисус Христос предупреждает нас об обманщиках. Он сказал нам об обольщении последнего времени. Многие поверят неправде. Многие станут передавать друг друга. Это знак конца времен. Что такое битва за истину? Подумайте об этом. Подумайте о неродившемся ребенке. Подумайте о дилемме. Можно ли абортировать этого ребенка? Это выбор. Женщина решает, сохранить ребенка или абортировать. Посмотрим на это с библейской точки зрения. Есть три точки зрения христиан о том, когда вечные составляющие личности, дух и душа, входят в тело младенца. Некоторые учат о том, что дух и душа входят в тело младенца в момент зачатия. Бог сказал Иеремии, «Прежде, нежели я образовал тебя в очереве, я познал тебя». Мария названа Матерью Бога еще до Рождества. Итак, им были даны имена еще до зачатия. Я говорю и о Крестителе также. Иисус получил свое имя в момент зачатия. Им сказали о сыне. «Бог знал пол ребенка, это будет мальчик». Иоанн Креститель исполнился Святого Духа еще во чреве Матери в шестимесячном возрасте. Люди считают, что дух и душа входят в тело ребенка в этом возрасте. Представляете, есть те, кто верит так. Пуповина соединяет тело младенца с телом матери. И только тогда, когда пуповину обрезывают, человек обретает дух и душу. Все три теории ошибочны. Так где же правда, друзья мои? Мы ведем борьбу за правду. Часть из людей верит в зарождение жизни при зачатии. В таком случае аборт — это грех с момента зачатия младенца. Те, кто верит, что жизнь начинается в шестимесячном возрасте, говорят, что аборт разрешается, но только до шести месяцев. Те, кто верит, что жизнь начинается только после перерезания пуповины, они верят в частичный аборт. Есть те, кто называют себя христианами и верят в то, что противоречит Библии. То же самое можно сказать и об однополых взаимоотношениях в нашем обществе. Кто-то верит, что мужчину тянет к мужчинам, потому что он родился таким, или женщину тянет к другим женщинам, потому что она тоже изначально родилась такой. Дескать, какой-то ген или выбор делают его таким. Так где же правда? Как нам разобраться в этом непростом вопросе? Происходит война между тем, что говорит Писание, и ложью этого мира. Мы скоро вернемся, не уходите, мы продолжим эту тему через пару минут. Есть причина, по которой мир борется с истиной. Это новый вопрос, который поднимает американское общество. В США назрел крупный вопрос, это легализация марихуаны. Есть штаты, которые легализовали ее в кавычках. Какой-то мужик советовал мне не учить против этого, ведь Библия говорит, что Бог дал всю зелень пищу. Я ответил, допустим, у меня во дворике растет ядовитый плющ. Что будет, если ты выкуришь косяк из плюща? Люди берут стихи Писания и пытаются натянуть их на свои идеи, хотя контекст этих стихов не подразумевает это. Дело в том, что мир борется с истиной. Почему? Потому что Библия говорит, «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Я повторю слова Иисуса из книги Иоанна. «И познаете истину, и истина освободит вас». Итак, что подразумевает познание истины? В английском языке, как и в древнегреческом, слово «познавать» имеет несколько значений. Узнать что-то, прочитав об этом. Узнать что-то, увидев это, узнать что-то, пережив это. Я знаю это место, потому что я здесь был. В греческом языке есть 16 разных слов, где есть корень «знание», и у каждого из них сопутствующие значения. В Иврите есть свой вариант, слово «знать». В Ветхом Завете оно означает «познать что-то глубоким образом». Вы найдете его в книге Бытие, где сказано «Адам познал Еву», то есть у них были интимные отношения. Это слово встречается в стихе «И вызвали Лота и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь, выведи их к нам, мы познаем их». Одно из значений слова «знать» — это иметь близкие отношения, то есть вы строите крепкие, близкие отношения со Христом. Если вы знаете Господа Иисуса, то Он освободит вас. Вы скажете, в этом стихе Он не упомянут. Но что сказал Иисус? «Я — это путь, Я — это истина и жизнь. Он — воплощение истины». И Иисус — это ее воплощение. Я говорю вам слова истины, слова в которых есть дух и жизнь. Для того, чтобы ориентироваться на духовной войне и войне конца времен, нужно понять то, что мир борется с истиной. Почему это происходит? Познание Божьей истины приведет вас к свободе. Как мы познаем ее? Иисус есть истина, и мы познаем его, получая представление о нем из Библии. Во-вторых, мы познаем Иисуса, рождаясь свыше и молясь Ему. Мы встречаемся с Ним сверхъестественно силой Святого Духа, через Его проявление. Каждому дается проявление Духа на пользу. Проявление — это очевидное доказательство. Святой Дух делает себя явным для нас посредством чудес. Мы говорим о Библии и об Иисусе. Как враг мешает нам познать истину. Прочитайте об этом в Новом Завете. Прочитайте об этом у Марка. Сеятель бросает зерна. Сразу после этого приходит сатана, чтобы украсть семя. Он посылает заботы, обольщает богатством и дает пожелания. Враг приходит и мешает нам познать истину. А если вы принимаете истину, то сатана старается отвлечь вас от истины и от следования ей. Он не против слушания Библии, пока человек не начинает принимать истину в сердце, которая пускает корни. Он использует людей и их неверие. Он действует через обстоятельства, побуждая нас сомневаться. Он делает все это, чтобы мы не приняли слово. Он делает это не только из-за того, что знание освобождает. Дело в том, что сатана пытается остановить принятие истины из-за того, что ему грозит опасность. Дух человека, который был во мраке и в духовной темноте, просыпается. В первом послании Фессалоникицам говорится о теле, душе и духе. В человеке есть три составляющие. У нас есть тело, душа и дух. Таким образом, наше тело реагирует на все земное и на окружающие его события. Я вижу деревья и чувствую тепло израильского солнца. Именно так тело реагирует на мир. Мой дух — это вечная часть меня. Если бы он выпрыгнул из тела, то моя личность осталась бы без изменений. Когда я умру, дух отделится от тела и направится к Богу. Ваш дух может пребывать в духовной темноте из-за вашего греха. Если вы живете во грехе и не покаялись, и не обратились к Богу, то ваш дух мертв для Бога. А ваша грешная плоть жива для греха. Поэтому тело тянется к неправильным вещам и к нечистым поступкам, или к так называемым делам плоти. Ваш дух подавлен, он мертв. В нем нет жизни, радости, и он не имеет покоя. Самой опасной угрозой для нашего врага является неожиданное пробуждение человеческого духа для Бога и его царства. Пробуждение приходит через свет Евангелия, проповеданного в силе духов. Это путь к Богу. У моего сына Джонатана была борьба, ожесточенная борьба. Карен Уитт пришла ко мне домой и поднялась по лестницам. Она взяла пару туфель сына, она помолилась уникальным образом. Меня воспитал благочестивый отец, который знал, как молиться. Я не слышал, чтобы люди молились так. Карен Уитт приказала духу Джонатана проснуться. Она приказала ему пробудиться. Я приказываю свету осветить его дух, лежащий во тьме. Дух Джонатана, проснись. До этого я не слышал, чтобы люди так молились. Я ощутил помазание. Враг не хочет, чтобы дух вашего ребенка пробудился духовно. Он не хочет, чтобы дух вашего мужа проснулся. Враг пытается заглушить слово, когда они слышат его. Они не принимают его. Враг посылает им глухоту. Он ослепляет их, и они не видят истин. Их разум омрачен. Он не дает им видеть и слышать справду Божию. Только тогда, когда их дух оживает, они видят свое положение. Когда мы вспоминаем свое обращение, мы удивляемся. Я был тугодумом. Почему я не видел это? Не пошел за Богом и ждал так долго? Ваш разум был покрыт пеленою греха. Вы были духовно глухим. Ваш дух был мертвым. Ваш дух жив. Ведь вы смотрите нас. У нас есть тело, душа и дух, который вечен. Цьма удерживает дух. Но вернемся к первому вопросу. Почему сатана удерживает вас от крещения духом? Почему вы держитесь подальше от силы Бога? Потому что тело человека ограничено в определенных ситуациях. Дух человека, наполненный силой Бога, не имеет ограничений. Когда вы наполняетесь духом и силой Бога, то только вы налагаете ограничения тому, что Бог может сделать через вас. Креститесь Святым Духом и наполняйтесь им. Четвертая книга царств говорит, пророк Елисей получил двойную меру помазания пророка Ильи. Послушайте стих, где говорит Иоанн Креститель. Тот, кого посылает Бог, говорит Божьи славы. Потому что Бог не дает ему духом мерой. Обратите внимание на стих. Слово «ему» нет в оригинале. Его вставил переводчик для ясности речи. Там написано «Ибо Бог не дает духом мерой». Он говорил об Иисусе, но этот принцип применим и к нам. Святой Дух не имеет ограничений. В Салтыре Бог упрекает Израиль за ограничения Господа. Они ограничили Бога. Бог никогда не ограничивал их. Он никогда не ограничивает вас. Это вы ограничиваете его. Это очень важно знать, потому что важно понимать козни врага. Если сатане удастся держать людей в слепоте и красть у них Божье Слово, то тогда он будет держать их в духовной темноте. Они проснутся, увидев свет и истину. Но если они крестятся в силе Духа, то не будет предела тому, что он сделает через них. Когда мне было примерно 18 лет, я начал служение. Я брал посты часто и молился часами. Мы видели пробуждения, которые длились 11 недель подряд. В городках сотни людей обращались к Господу и крестились Святым Духом. Почему же это было? Потому что я поверил в неограниченного Бога. Потому что я поверил в безграничного Бога, и поэтому Господь почтил мою веру. Поэтому не ограничивай Иисуса. Читай Святую Библию и позволь ей осветить себя и осеять себя. Дай всемогущему Богу просветить твой Дух. Ты увидишь откровение и познаешь истину, и она начнет освобождать тебя. Ничто не сравнится с духовной свободой. Если Сын освободит вас, то вы воистину свободны. Мы вели съемку из Иерихона, который находится позади меня. Живите по духу, призываю вас к этому. Живите для Господа. Позвольте Господу действовать с вашей жизнью. И напоследок, конечно, как всегда, я благословляю вас из Израиля. Последний пророческий сборник Перри Стоуна уже в продаже. Узнайте, какое будущее ждет Америку, исходя из исторических и библейских источников, в книге Перри Стоуна «Последний шифр» и «Возвращение Христа». Перри изучил и проанализировал важнейшие откровения и их значения. Он расшифровал 20 шифров, и в том числе различные циклы и закономерности, основанные на древних пророчествах Писания. Вот название некоторых глав. Расшифровка и понимание божественных загадок. Пророческие шифры двух городов. Связь с Китаем. Цикл вирусов, как отзвук древних шифров Римской империи. Шифр третьего триместра. Родовые боли. Шифры Америки и их связь с древностью. Шифры Римской империи. Гибель совести и обличения в Америке. Шифры Помпеи. Изопретное слово «на-и». Шифр казны. Американские границы не выдержали. Шифр будущего и образа зверя. 13 глава Откровений. Снятие шифра с метки зверя. Откровение 13. Интерпретация странных космических знаков. Шифр денег. Подсказка перед распадом империи. Перри также отвечает на вопросы, кто может избежать того, что грядет на Земле. Он также раскроет предупредительный шифр от Святого Духа для Церкви. Вместе с книгой вы получите два CD-диска «Подготовка и выживание в трудное время». Пришло ли время покидать большие города? Что можно сделать, чтобы подготовиться к грядущим катастрофам и к будущему разрушению? Новый пророческий сборник от Перри, в который входит книга «Последний шифр» и «Возвращение Христа», а также два CD-диска «Подготовка и выживание в трудные времена». Теперь доступны при пожертвовании в 35 долларов или больше. Заходите на сайт или звоните по телефону, указанному на экране. Вы также можете отправить нам письмо по адресу, указанному на экране. Номер запроса предложения FS138. С нетерпением ждем ответа от вас. Перри Стоун приглашает вас присоединиться к его Туру по Израилю весной 2021 года, с 14 по 23 апреля. По желанию, можно будет посетить Петру в Иордании. Позвоните по телефону на экране или зайдите на сайт perristown.org за всей информацией. Места ограничены. Звоните сегодня. Мы сейчас вернемся к нашему выпуску, оставайтесь с нами. Я хотел указать вам на важность времени, в котором мы сегодня живем. Пророческий сезон. Нет сомнений, что мы живем в цикле пророчеств, история повторяется. Об этом моя новая книга. Я хочу поговорить с вами о последних загадках. Я провел небольшое исследование, и, насколько мне известно, никто не проповедует об этом в соцсетях или на телевидении. Я проводил историческое исследование и сделал несколько открытий, которые так поразили меня, что, когда я начал писать об этом книгу, я буквально не мог уснуть. Я бы хотел, чтобы вы приобрели эту книгу пророчеств. Мы попросили тех, кто знаком со множеством наших книг, дать рецензию и на эту, и они считают, что это собрание наиболее важных пророчеств, которыми Господь сопровождал наше 45-летнее служение. Надеюсь, вы ее приобретете. Мы также хотим известить вас, что 21-й год мы начнем с поездки в Моми, штат Огайо, в церковь к моему другу пастору Тони Скотту. У нас есть очень важное откровение, о котором мы там поделимся. Мы будем служить в субботу вечером, а затем все воскресенье. Надеемся, вы будете там. Мы также хотим напомнить вам, следите за нами в соцсетях. Кстати, о сетях. Мы живем в удивительное время. Давайте немного поразмыслим об этом, прежде чем вернуться к проповеди. Подумайте о том, что мы сегодня имеем возможность быть в одном месте, в студии и через линзу камеры, кабели, спутниковые тарелки, компьютеры. Мы можем достигать людей по всей Земле за считанные секунды. Происходит задержка всего в несколько секунд, если я проповедую отсюда, и меня показывают в другой стороне. Дух Святой проговорил ко мне, и я буду вновь и вновь делиться этим с вами. Это произошло задолго до коронавируса. Он проговорил ко мне однажды в тайной комнате, когда мы были еще в другом здании. Пробуждение придет через линзу камеры. Как такое возможно? Раньше нужно было лететь на самолете, плыть на корабле, готовиться к встрече, создавать рекламу, постеры, снимать зал, приглашать людей, снимать муниципальный зал или готовить место на улице, вести аппаратуру. А теперь, благодаря технологиям, у большинства людей сегодня есть телефон, соединение с интернетом, компьютер, и мы можем оставаться на одном месте и проповедовать Евангелие оттуда. Я хочу поделиться с вами своим планом. Я бы хотел обратиться к служителям и пасторам по всему миру, у которых мы еще не проповедовали. В Южной Африке, Индонезии, Индии. Мы хотим провести что-то, что повлечет за собой пробуждение о вашей стране, о вашем городе, о вашей церкви. Если вы установите большой экран, мы, будучи в Америке, окажемся у вас и будем проповедовать о вашей стране онлайн. Будь то в помещении, на улице, на стадионе. Мы хотим организовать это, чтобы достигнуть как можно больше людей в оставшееся время. Раньше я садился в самолет, в автобус, ехал куда-то, но я понял, что этот способ устарел. Хочу, чтобы вы знали, что с Божьей помощью, с вашими молитвами и поддержкой мы сможем сделать много всего разного и нового, и будем достигать людей. Через линзу камеры будут происходить чудеса.